А? Рассказывай, говорю, молдаван. А чё ты? Чё подвисто тут на месте? Если бы он был тут кем-то, чем-то, ёпта, я бы его знал, а так я бы его знал, он хуй плёт ебаный. Ебать он, джигай. Закладку забираешь здесь? Не. Стой забирал, иди сюда. Не. Чё-то в кармане. Там уже сформированы новые банды, которые, ну, могут быть вооружены не только ножами, но также травматическим оружием. Понимаете, ну, это контент, это контент. Мы вообще всех пиздили. Я просто ему ебало сломать немножко хочу. Да? А не ты один, блядь. У кого наркота? Эт, ну вот и чё. Кто барыш на районе? Номера, адреса, телефоны, блядь. Вот и всё. Всё, что из себя представляет ёбаный обоссанный блатняк. Восьмаслежник. Стой, сука, прямо. Ёпта. Овцу, говорю, давно видели. Солевой у ёбанка, который соль убанить, что это беспредел у нас. Стрибни с барышей. Погнали. Пацаны, это вторая часть нашего блога по рейдам на закладчиков и барыг. Сегодня будет вообще пиздец разъёмный контент, поэтому обязательно смотрите этот выпуск до конца. Но перед просмотром попрошу вас нажать красненькую кнопочку под этим выпуском и подписаться на мой канал. В общем, спускаемся под землю. Едем на станцию Ментопитая Градка. К барыги в гости. Эд сказал, что сейчас его закупят. И мы сделаем его очень приятно и очень хорошо. Дорогие нарастные мероприятия. Есть там вина. Кажется, 60 дней. А тут нет руководства? 8 дней. Погнали. Да. Давай, хуяй. Во главе с Эдом. Видите, у нас нету майбахов, гейков. Мы просто двигаемся, как обычно люди. Надеюсь, здесь нигде не будет где-нибудь свастик. Потом меня опять в Беларуси посадят. Что-то одни фоник, где-то свастика будет нарисовано. Слушай, ну атмосфера. Прикольно здесь. А что ты в самом красивом городе России стоишь? Работу иммигрантам даю. Это, блядь, я порицаю. Пориц... Бля, я порицаю такие движения. Смотрите, какая прикольная движуха. Бейся до конца за город на Неве, да? Да, да. Бейся за зенит фанатский турнир. Как с этим фанатом относятся? К ебанатам. Почему? Ну, как можно назвать тех, кто, блядь, болеет за детей биржевых брокеров, блядь, которые, блядь, с мячом бегают, как инвалиды, нахуй. На кого больше ставок сделали, тот проиграл. Тот на кого меньше, тот выиграл. Это бизнес, который происходит в режиме онлайн. Просто, когда нас смотрят люди, просто... Максон идёт такой на брута, и я, и просто с нами. ГТА ВАИСИТИ просто, Эд, Куда ты идёшь? Дороги нету. Слышь, не ходи там по памятнику. Это ж памятник, ой. Слышь, Эд, тебя как-то ногами бери толпой. Стальными трубами бери. За что? По гофстопу. Просто так, да, по весну. Ну, я бухой был. Бабки отжали? Телефон отжали. Охуй есть. За 27 ксарей. Вот заяву написал. Ебать, ебать, блядь, меня увозили, нас в больницу увезли. Зарай, что ли? Ничего, посадили, пацанов. Посадили, пацанов. Никого не нашли, нахуй, бля. Понял. А если нашли, то закопали, никому ничего не сказали. Короче, полиция этим не помогла. Чем поможешь мне полиция, кроме как, блядь, закопать кого-нибудь? Ну, ничем. И, короче, чё, у меня ножевое в боку, торчит трубка вот эта, скула проломлена, у меня вот такая вот голова. Я думаю, короче, первый раз за всё время, думаю, ни нож, ни баллон не буду брать, как бы, ну, думаю, кто? Я еле иду хромаю, короче, у меня вот такая говядина, я очки надеваю, у меня всё равно видно, скула сломана. И всё, я иду, короче, на улицу за снюсом, и меня просто толкает нерусский, вот, небольшой, ну, парень. Я говорю, чё такое? Он такой, чё ты себя так ведёшь? Я говорю, как? Он говорит, чё ты так, ну, тут нагло подошёл? Я говорю, в смысле, я жду, ну, зелёный свет, пешеходный переход пройти, и ты здесь тоже стоишь, типа. И я говорю, я на тебя даже не смотрел. Он такой, пойдём, разберёмся, отойдём. Я говорю, ты видишь, я с девушкой? Ну, я говорю, давай мы сейчас номерами с тобой обменяемся, я говорю, и вечером с тобой выскочим, я говорю, я девушку заведу домой, и с тобой пообщаемся. Мне давай сейчас по факту решать. Я говорю, вот как мы с тобой будем по факту решать? Я говорю, я просто при девушке, ну, не могу себя вот так вот как-то там проявлять, понимаешь, это просто некрасиво. И то, что ты провоцируешь, это тоже, ну, не корректно. И я думаю, короче, начать его ебашить, нахуй. Меня трясёт вот так, какие меня за 8 часов до этого 4 таджика там попытались, блядь, нахуярить ножом, пистолетами, и тут меня опять какой-то негузский просто цепляет, видит то, что я хромаю, то, что у меня морда расхуярена, блядь, он ещё не видел, что у меня в боку этот провод торчал, блядь, трубка. Ну и всё, и, короче, я ему, он говорит, извиняйся передо мной, я говорю, я не буду извиняться передо мной. А за что? Просто подошёл, да, вот так вот, он говорит, ты на меня как-то не так посмотрел, нагло подошёл, он говорит, нагло подошёл, серьёзно. Я подумал, что это эти таджики как-то меня высадили, отправили, типа, на провокацию, мне тоже по голове набили, я думал, знаешь, такие вещи какие-то, просто не понимал. Я думаю, короче, надо всё, загаситься с ним, а потом понимаю, вроде и Бог, и то, что я с девушкой, и в итоге он сам начинает, можешь оба заднюю сдавать, он такой, у тебя есть ко мне претензии? Я говорю, у меня к тебе нет, он говорит, у меня к тебе тоже, всё, и мы расход поймали. Вот я прям, вот если ты меня увидишь, найди меня, пожалуйста, у меня к тебе вот прям настолько много, ну, вопросов по той ситуации хочется, на самом деле, даже просто то, что ты при девушке начал, вот это исполнение, ты был в жёлтом костюме, такой, как Beeline, короче, чёрно-жёлтый спортивный костюм, и вышел из такси, из жёлтого, получается, вот за где-то две минуты до того, как я подошёл на этот перекрёсток. Что-то охуевший тип, вообще, пиздец, охуевший. Да их типов, наверное, нужно просто ломать, блядь, просто коричневая, не делать, нахуй пидорасов. Он увидел, я тебе говорю, то, что я подбитый, я хромал, я там пенальти пробивал, я не знаю, сколько там, и у меня ноги взбухшие были, я шёл хромалый, он это, просто невооружённым взглядом видно, что человек, ну, точно не боевого вида, и тем более, уж я бы не стал на него уйдёвывать, зачем мне пенальти? Да, вот. Мясо, да, ты кололся, походу, нормально. По жизни, ёпта, проста. Здраво, будьте здравы. Ты кололся, да? Слушай, расскажи нашим подписчикам, знаешь, какое-нибудь послание дай молодёжи, здравое, вот, на камеру, скажи. Ребята, никогда не употребляйте наркотики, потому что это очень вредно для здоровья и для психики. А какие наркотики ты употреблял, какие? Нет, нет. Методон, героин, да как нет? Алкоголь. А что ты когда освободился-то? В восемнадцать. В восемнадцатом году? Да что было? Скажи. Не, ну, брат, ты давай об этом не будем. А что такого, что-то за непорядочное что-то? А тебе надо? Ну, поинтересовался, я тебе что, стрёмно сказать что-ли? Я маму поцелил. Как? Маму поцелил. С наркотиками? Пол тюрьмы. С наркотиками? Понятно. Всё, спасибо. Ты Тереги видел, да? Конечно, подписаны. Ну, нихуя, пацаны, подписываться на Терегам, кто не видел. Вот Павняга увидел. Что мы делаем? Вы сегодня речите закладчиков. Всё верно. Закладчиков. Вот потребителя поймали. Посмотрите на ноги. От метадона разбудили. Че ты гонешь, мразь? Да успокойся. Чего ты, мразь? Успокойся. Всё, спасибо, парни. Давай, давай. 50 грамм, литр, сотка. Чисто с пилотягой, да? Ты с водой мешаешь и пьёшь? Да. А ты откуда знаешь? А у меня рядом с дом такой уж хуйней торгуешь. Ты тоже пьёшь? Нет, блин. От него пухаешь, я реально ехаю. С ногами вообще пиздец, что происходит. Я не колюсь, ничего. Я просто бухаю. Ты зарезать помогал? Я пытался. Ну просто взять себя в руки, всё нахуй, я не бухаю. Пытался. Похуёво пытался, раз не получилось. Значит нужно ещё раз пытаться. У меня уже участковый, у меня же Назур 8 лет. Участковый приходит, я ей говорю, тебя сейчас в больницу положу. У меня эпиллесия ебанула. Мне уже хватит. 20 лет. Ты 20 лет отсидел? Одним сроком? Нет. Нихуя он 20 лет опнул, слышишь Макс? Макс! О, души. По нему видно же. Он 20 лет взял, нихуя. Короче, вот такие опасные люди в гостях на нашем канале. Дайте, ребят, комментарий, отзыв на Эда. Вообще, как он вам? Как человек? Как вам его мысли? Мышление? IQ? Смысл жизни. Оба жизни. Здорово были по-моему. Здорово, здорова. Здорово, здорова. Здорово, здорова. Здорово, здорова. Нормально всё? Как зовут? Никита меня зовут? Горобик зовут. Молдаван прогонил меня. Двигаешься, крутишься? Ну, рассказывай, молдаван. А? Рассказывай, говорю, молдаван. А что тебе рассказывает? Что подвисто тут на месте? Что? Что подвисто так? Дела у меня. Дела у тебя какие тут у тебя дела? Какая разница? Большая разница. Ты не спалил. А я нигер. Ну, голобик. Красава. Никита, а вы что тут? Доходим, так вот. Нашкомунников всяких, блядь. Не, не. Трясёте. Найков, соевых можем погонять пизды им, дать пацаку. А так не, мы хуйё не занимаемся. Ясно. Самместный? Не, не, не. Сейчас это, ну, я понял. Сейчас подожди тут, это, парни. Никит, пойдём отойдём. Да, не, не, мы здесь удаем. Постойте. Можно, да? А что это всё? С ними вымелись. Там же везде же есть люди. Везде есть. Нет, мы же их нет. Понял, да? О чём ты говоришь? Не, не, мы их не мучим, не убьём. Мы общаемся с ними, спрашивают. Истинный Путин ставят. А, чтобы хуй не ставят. Нормально. А они там ходят, поющат, детей гоняют, там поют. Мазары нет. Конечно. Успокойся, иди во двое. В двое сиди, конечно. Школьники смотрят доходят. В садике, мадике. Да, да, да. В таком, честно, ключи. Только в таком. Нет. Сейчас там везде есть люди. Везде, блядь, чепуха эта дырявая, блядь. Конечно, нет. Которая хуеверка, блядь. Которая хуеверка, блядь. Не беспоедеем, ничего. Я против этого. Я максимально грамотно себя веду. Ну, давай, братух, точка, они, цифры мои. Меня тут в городе знают, как порядочного человека. В любой момент чего, звоните. Давай, давай, запишу. За кого за барыбу, правда? Закупщик, да? Закупщик, он конкретный, блядь. Он ходил, блядь, на копейки он у нас работал, блядь. Ходил на пищеблоки, он работал на раздаче. Правильно, блядь? Высокий, Димон Судаков, блядь. Высокий, худой, блядь. Судаков, двухметровый. Блядь, судаков или нет, не скажу тебе сейчас. Да я понял, понял я про кого ты говоришь. Он закупщик, уже суету на кресах наводил. Да какой сын тут слышишь? Он все малявые, блядь, через опера гнал, блядь. Шельма конкретно, блядь. Да, да, я знаком с ним, я знаю. Ну, по поводу этого я не знаю. За то, что он закупщик, я знаю, что он нормально двигался и на копейки, и на двойки с Мельником. С Мельником? С Русланом, да. Че ты вздумал, два наговорил? Да хуй плет он ебаный, вот ничего я за него говорю, блядь. Чмо, блядь, нарисовалось на моем районе, блядь. И животное говорит, нахуй, что оно тут на районе че-то кто-то. Если бы он был тут кем-то чем-то, еб-то, я бы его знал. А так я его знал, хуй плет ебаный. Это мой в буквальном смысле район с Артуром, блядь. Артур кто это? Мельников, это смерть, нахуй. Живой он че? Он, блядь, приезжает просто и все, нахуй. Мозги, блядь, дворники собрали, убрали и унесли, нахуй. И хачей тут нахуй. Ебать он разжигает, ебать он псих. Пацаны, ну вы понимаете, это контент, это контент. Не обессудьте, я осуждаю, но это рейтинги жесткие. Слушай, молдаван нас конкретно застал. Он выкупил, он конкретно обосрался. Он обосрался. Он просто убежал, он просто обосрался, нахуй. Что-то только молдаванин. Вот там, где эта мразь живет, я знаю. Да. Я просто ему ебало сломать немножко хочу. Да? А не ты один, блядь. А че такого сделаешь, ебало? Да он где-то просто по жизни, ебало. Черт ебаный. Арестант это арестант, а урка, блядь, это урка, это разные вещи. Почему, дай объяснение. Да, объяснение. А потому что вот это закоренелое чмо, блядь, которое, блядь, нихуя в нормальной жизни не понимает, что с вами над гимнастами, конченными чмошными представлениями, и втягивает молодожь, молодежь в криминал, блядь. А арестант, который тот, кто совершил ошибку, и из-за этого попал под статью и залетел на лагерь, отсидел и вышел, блядь. Это человек, который туда попал вообще, ну там, по истечению каких-то обстоятельств, например, там, тех или иных причин. А урка, это тот, кто считает это смыслом жизни, блядь. Быть чертом, блядь, портить людям жизнь, блядь. И, блядь, блядь, блатовать, там феня гнуть нахуй, блядь. Пальцем ломать, блядь, молотком, блядь. Оптимальный вариант. Может, попробуй так же, как бы? Ну, мы здесь походим. Нет, это просто коммуналка, там еще соседи живут. А соседи, как бы, люди причастны. И вообще, в принципе, они, как бы, ну, ни к чему не относятся. И, как бы, ну, то есть беспокоят тоже соседей. И за дупого долбоеба, блядь, кто-то глупого. Ну, а не сразу сейчас выпадут на улицу. Сейчас, блядь, стычки стрелки, там, базары перебирать. Идем? Да, как бы. Сейчас, вот, вот, началось движение, в принципе. Ну, ты понимаешь, что это будет все запекано? Да, конечно, да. И пусть люди гадают, про кого он, что он там. Как бы, друзья, не обессудьте. Я в тюрьму не хочу поехать. Так, слышь, на уши весь с вами поднял. Весь тут весь. Все на ушах. Приехал, ищет Цыгана, ищет Рубика, ищет того. Овцу, ищет того. Всех ищет. Всех ищет. Поддержка за спиной. Такие вопросы решают. Есть номер того. Есть номер того. Так, давай, пиши. Есть номер того. Говорит, если вы попурите меня или подопьете, я, говорит, вам вообще такой покажусь. Послушай, что я не могу. Давай, давай. Что там, биты пишешь? Не-не-не-не-не-не-не. Чего ты? Здорово, давай хип-хоп сделай нам. Не сегодня, а у меня. Это кот. Я сегодня только, знаете. В смысле кот. Понял. А ты ходишь, тебе кошка, как кошка, да? Как кошка. Ты ходишь, повсюду это делаешь? Нет, потому что ты что начал. Вот это мы слышали. Я тут, ты ходишь, попитай гадки, и тебя, как кошка, мяукаешь. Здорово, здорово. А вы местные? Да, но мы через дорогу. А вы знаете его? Нет. Ну видел, может, как-то раз. Я познакомился, ходит, короче, месяц уже. Его хобби ходить и мяукать по улице. Я с ним общаюсь, как бы, интересно. Вот он ходит и мяукать. Нормальное увлечение, хобби такое? Ну так, действительно. Такое, да? Такое, ну, 18. Никита. Ну ты себя уже увидишь в видосе по-ебому. Можешь скинуть? Эти серегу дам? Да какой я скинусь? Подпишись на YouTube и все. Скинуть можешь. То есть, каждого серегу записывай. Так, у меня видос вышел, дай-ка список. Открою, кому-то нужно скинуть. Сейчас повозь, помню. Че, как настроение? Мразь. Зачем человек такой? Такой чувак, кто ухуяет. Здорово, как твои вообще дела? На чём, дед? Я? На водке. На водке. На водке. А партнёртвы на чём? Откуда я знаю? Смотри, что делает. Здорово, я давай. Ебать он гнида. Прикинь методом. Смотри, какая гнида. Прикинь методом. Ланченный. Смотри, как он в ебал водой. Здорово, мужик. Я как, нормально? Что ж ты уже сжался? Ты уже заведился на контент жёстко. Ты себе должен кого-нибудь съесть. У тебя, кстати, даже не угощали. Смотри, что ты себе должен кого-нибудь съесть. Стоять на улице. Эд, ты себе обязан кого-нибудь съесть. Он просто съесть заживу нахуй. Че, батя? Уважаю, бля. Нас уважаешь? Да. Мы тебя тоже уважаем, мужик. Нормально всё тебе. Дима. Макс. Не. Не зовут Дима. Всё. Будем знакомы. Чё там жилья куда-то потерялась? Где у тебя что-то, блядь? Не-не-не. У тебя мокрая рука в автоеев какой-то. Не-не-не-не. Не надо. Не приводите, если надо. Извини, пожалуйста. Дай бог. Димон, Димон. А ты под чем? Накурился, да? Да всё, я не свечу, Димон. Иди сюда, смотри. Я не свечу, всё. Ты накурился, Димас? Нет. Метатон? А? Курнул? Нюхнул? Нет. Алкашка? Бухнул? Синева. Да. Синяя волна. Да-да, синяя волна. Понял, где надо. ИК-18. Город какой? ИК, в каком городе? Боймост. Всё, 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 вопросов не имею. Чёрный, да, лагерь? Нет-нет-нет. Без рома пожать. Да-да-да-да. А ты шо, уже в обнимку, уже сидят, подачатся, всё, уже рядом. Чёрт. Овцу, говорю, давно видели? Кто такая овца? Овца Рудина. Овца Рудина. Овца Рудина, да. Овца Рудина, да. Солевой уёбок, отрасоль и банщики по беспределу, нахуй. Нахуй его, да. Чёрт, я с Гачинской. Вообще мы не посоляем. Да вы чё, ещё не 46-й, не 46-й что ли, ребят? Я 46-й школа. Ну вот. Я с этого дома, я... Я не спорю. Я вам ничего не говорю такого. Не знаю, может у него есть какую-нибудь другую погонял или ещё что-нибудь? Ну Рудин, короче, он сосед Пипа, да он людей перешвырял, он гандон, короче, мразь, вообще живёт как чёрт, епта Галина. Как выглядит? Бля, выглядит он как... Ты его с нами вообще видел, нет? С вами, нет, он от вас бегал, наверное, тоже, как бы. Какой нахуй тогда нам нужен? Нет, просто может инфа какая есть, где там мразь обитает. Да вообще насрать. Да это не надо знать, я по его ебалу поганому вижу. У нас с тобой какой базар был? Ты сказал, что будет человек, который нам принесёт товар ебать за базу, чтобы мы его купили. Смотри, было как? Был такой базар или нет? Был базар такой, короче, я говорю, парни, идите сюда, а вы отходите, короче, в ту сторону с этим, блядь, молдаванином. Было это? Было. Слышь, ты зачем за молдаванин это, ёпта, речь заводишь? Ещё мы на ветеранах были, ты сказал о чём, что будет барыга на Петроградке, которая поможет. И чё? И тебе Никита говорит, звони ёпта, ты звонишь и не берут трубку, блядь. И чё? Где барыга на Петроградке? Молдаванин барыга! В общем, друзья, это второй день съёмок, сегодня очень сильно похолодало, но я в работе и продолжаю снимать для вас офигенный контент. Сегодня мы идём к этому Молдавану. Эд хочет спросить у него с какого хуя он стал смотрящим за районом. Эд, дай пояснение пару слов. За Молдавана, чё ты скажешь? За район-то конкретно? За Молдавана. А, за Молдаван да хуеплёт, он, я уже вчера это говорил, повторяю это сегодня. Хуё он с горы, блядь, говно, и звать его никак. Смотри, что я предлагаю, что в следующий раз мы поедем на метро Мурино. Да, например. И, ну, единственное, что нам надо будет побольше физподдержки, потому что там уже сформированы новые банды, которые, ну, могут быть вооружены не только ножами, но также травматическим оружием, пневматическим. Это вполне легко. Ну, то есть они, так или иначе, всё равно, если не в конец тупые, они думают о своей жопе безопасности. И они тоже, ну, как бы, не хотят, чтобы их въебали и разъебали, поэтому они будут, ну, вести себя достаточно агрессивно в нашем отношении, а наша цель их разъебать. Так что тут всё просто. Можно называть это войной. Только хотел вопрос задать, да, войну развязать, банки формирования. Честно, я вот, мы втроём, я не беспокоюсь, что поехать втроём, я даже не переживаю, что с нами что-то случится. Даже случится, ну, хуй с ним, с другими тоже что-то случится. Ну да. Заберём пару человек с собой, поймём куда-нибудь. Если мы вот сейчас не поедем, то всё просто обоснуться, никто никогда не поедет. Звонить, мол, до Вану, но вытягивая его, не нужно говорить супы, там, стёкола, культурно адекватно. Скажи, я около подъезда как-то этого. Давай, братан, номер. Давай, ну, во двор зайдём, чтобы тут... Не надо, давай, всё, погнали, звони. Я понял, короче, он здесь, он не будет здесь. Он, короче, понял, что пробери, он, возможно, и торгует. Он, возможно, в другом районе. Он, возможно, этим помогал как раз. Да, да, я тоже, может, что он просто барыгал, помогал этим пацанам, и всё уже, хуй. Даже если захочешь, уже хуй найдёшь его. Ребят, сразу говорю, что я извиняюсь заранее за все действия вот этого молодого человека с банданой. Его поведение, как бы, блядь, мне самому крайне не нравится, но, извините. Он, как бы, делает экскурсию и рассказывает, показывает, кто есть кто. Не хоть там бомжи желудки, смотри, какие-то. Вообще, труда, да? Эд, как относится к типам, которые не сидели, но уёбываются то, что они якобы сидели и знают блатных, используют понятия и многое другое? Хуй, блядь, ебаный. Потому что сейчас реальный мир заключается в том, что это Россия, 2022 год. Современная тюрьма или зона себя представляет красную телегу. То есть, красная не в смысле коммунистов, а то, что она полицейский. Там есть режим и актив. И администрация не позволит никому блатовать. Вся эта блатота может быть только по заказу самой администрации. Так называемая черная зона, это где так называемые типа черные. Это просто те же шестерки для легавых, которые работают внутри колонии и выполняют грязные дела не своими руками, а руками актива. А ну куда идти? Нет. А че руки такие? Искал. Клад? Да. Нашел? Нет. С пиздой? Нет, не с пиздой. Ну, не вы с пиздой, а другие типы, да? А гидраж сейчас закрыто. Просто не нашел. А гидраж закрыто сейчас? Телеграм. А пользоваться не умею, конечно, телеграм. А вы шкурой охоте? Искай и... Нет, просто так, почекиваю. Где тут? Кто на охоте ищет? По пути ищет. Такие означают, чуваки, как вам? Конечно. Ночью, очень тысячи человек. Ночью здесь будет дохуя. Шкурой охотов. Я здесь не знаю. А скажи, где вот, куда нам можно поехать, где вот дохуя типов, кто будет искать клады, вот так учиться пообщаться? Бля, я даже не знаю. Ну, ты будешь постоянно ищите, вот подскажи. Да не, не, я со своими типами, с корешами, блядь. Я понимаю. В Сувастане. С центра, да? Да. Эд, помолчи, пожалуйста. Что он раньше был? Кем он был? Скинхач. Скинхед? Ты скинхеда раньше был? Да. Витинсак косил по твою банду, он с тебя всю эту дежуху взял. Он вообще просто позер, который косил по наши действия. А что вы делали своей бандой? Мы крошили голову уебком. Ну, подробного можно сказать? Подробно, короче, представь, лежит глаз. Потом еще раз, еще раз. А что это у тебя было? Остатки моего стекла. Какой антилоп. А что это за стекло у тебя было? Мое. Остаток. Ты стекла носишь в кармане? Да. Стекла в кармане живет. Да. Ну, просили показать, что я показал. Разбивал, говорю, бошки, блядь. Глбоебом. Кому? Так подожди, а для чего, зачем, почему, с кем? Ты ведь назывался скинхедом, да? Ну, понимаешь, как Россия появилась. Как? Как она сформировалась. Как? Как Путин вообще восстанавливал вертикально. Это мне похуй, как ты скинхедом стал? Ну, как и все, по-моему. Зачем? Зачем? Ну, тогда было время перестройки. И что? И перестройка, как это тебе повлияло? Я отвоевал этот район. Ты в лысый ходил? Конечно. У меня даже есть фотографии в лысый. Так и расскажи о своих действиях. Что ты говоришь, что в детях тебя спарадировал ваше движение? А чем вы занимаетесь? Что за движение у вас было? Скинхед движение у нас было. Что, курьи, сои, бутылки собирали? Ты видел день таких скинхедов? Ну, нет, ну, я предполагаю просто... Что ты представляешь, по пониманиям, скинхеды? Стекло выпадает с карманов, лазите по воротам, с ножами закладки. Ну, оно выпадает из карманов, попадает. А у кого-то оно из глаза выпадает. А что, ты не лазь, у вас чем-то занимаетесь? Я просто пи, курь, в жопу ебаясь. Ну, чем занимаются скинхеды вообще? Представляешь, какие скинхеды? Ну, видел в фильмах, да? Ну, вот такие, как в фильмах, только круче, жестче, блядь, зелее. Ты бы круче и жестче. Как про вас, да? Пацаны, короче, мы уже, короче, не знакомы. Мы уже с главным скинхедом в Санкт-Петербурге тоже. Это не раса, это страна Венгрия, где живет население из Индии и русских. А ты все конечно знал? Ну, может видел, если он убегал от меня. А вы скинов тоже пиздили? Да мы вообще всех пиздили. А что за политика была? У нас политика была. Всем, кому не нравится наша политика, получают ногами в ебалые ноги. Какая у вас политика была? Политика? Отвоевать этот район. И не только. Очистить его от всякой непонятной хуйты-косоглазности. А вы носили стивы и вот такой вот обувки ходили. У тебя с того времени остались. У вас тоже банданы были, да? Все, когда вы ищите? У меня иногда была и бандана. Разговор. Вот это в России лицо. А я думал, что это жопа. В Беларуси это жопа. Возможно. Я, кстати, вот про эту тему когда узнал, я охуел, что там, где нос, это вообще про какую-то тему, там еще и с девчонками связано. У США, где рот, это люк вообще. Вон твоя бригада идет, вон, с бутылками нахуй смотрите, да. Это вот всех людей ты на рей, да, собрал? Сейчас еще выйдут, да? Короче, знаешь, что мы сделаем? Разделимся, да, наверное? Вы нам позвоните, если вы найдете контент, и мы подтянемся. Так, вам проще рядом с нами двигаться, и когда мы начнем. Да нахуй нам это надо, ёпта, с толпой, это не целесообразно. Почему? Да, я что-то объясню, блядь. Человек в 5 раз в вас будет уходить, какие толпоёбы. И смотри, мы кого-нибудь найдем, окружим толпой, и каждый будет приезжать. Вам тоже толпа. Какая-то, чтобы я басту один эту толпу всю твою, какую-то найдешь. Ой, эдик. Да, это камни. Ча, пидорас. Нормально, сука? Я как хуй увидел, сука? Мразь, не понимаешь? Мое имя Эдуард, запомни говно, сокращенно Эд. Не скрою, нормально, садись сюда. Что рассказывает, что вы тут принимаетесь? С Олей хуярите, да? Ну, короче, спят, тут некоторые, блядь, чепушилы, блядь. И строят из себя генстеров, блядь. Пользуются моей репутацией, моим лицом, блядь. Со своими грязными делишками. Портят репутацию мою, Артура, да, бро. Пацана, а чего вы ему сделаете? На деньги кинули, да? Это не пацан, а чувак. А чего вы сделали? Деньги должны иметь? Я должен, ну, человеку деньги, но я уже считал. Давай, бро. Да, номер телефона, записывай свой. Так вот запишу. Так отлично, какими судьбами припутался сюда. А ты уже откуда вырисывался, торч ёбаный? Я вообще, я бухаю. Чё ты мне пиздишь? У тебя пылосевший нахуй. Чё мне она ебать решила, сука, а? От Мотокроса, сука, ожоги нахуй. Да ладно, слышишь? Всё, я успокаиваю. Мы вас слушаем. Да мы с наркоманами боремся. Можете подойти посмотреть на них, если вам интересно. Подожди, объясни вкратце. Люди, аудитории моей, они просто посчитают тебя и меня. Это часть вот этого движа с наркотой, которая с закладками связана со всем. Я знаю, у кого я трогаю, у кого не трогать, кто с кем находится, где. Это конкретно, то есть такой район, который тут я знаю всё и каждый угол. Ну, на ракоте нахуй, на алкоголе, блядь. Скоро в зеркало тебя узнавать не будешь, блядь. С таким образом жизни. Малой, что-то нажрался, пиздец, да? Вообще пиздец нажрался. На Думской? Да вон где-то там, блядь, супер. В магазинах водку пью. А сколько малому? Не, он не стит, он не стит, он просто. А сколько малому? 18 лет. Есть хоть 18? 18 лет. Стой, сука, прямо, блядь. Тебя? А он нажрался, блядь. А, ты почувствовал, что здесь насиловал кто-нибудь, да? Я обычно ходят ебал познакомиться, а он нажрался, блядь. Три старые ходят кустят сразу. В говно, блядь. Потом отвалится. Так, кустим, набежная. Какая тут улица, блядь, заказать. Господи. Малой, блядь, живи, я тебя прошу, нахуй. Не умею, да, молодые? Ну хуй. Я сам напоил молодого, ебал. Да нет. Вон ебаный-то взял, короче, за 5 хас где-то 10 шотов ебанул и умер. Слушай, на самом деле, вот через эту хуйню все проходили. В таком состоянии бои все. Да, братан, я в 10 лет в таком состоянии был, и то в провинциальном городе. Чтоб меня люди вот так видели. Каждый хоть раз должен в таком состоянии побыть, чтобы понять, что это хуйня полная. Я в таком больше состоянии, блядь, мне это вообще не понравилось. Ладно, мужики, выезжайте, все, удачи вам. Погнали. Стрип-дис-бар. Фруктовая тарелка сколько стоит? Фруктовая тарелка от косаря. Сколько? От косаря. А что там девушки делают, танцуют голые, да? Нет, они танцуют в красивых нарядах в стрип-пластику. Понял, руками переделгивают? Не соснут, не дрочат. Нет. Пишка не будет. Чисто развод на бабки и все, да? Нет, просто сидишь, в компании отдыхаешь, девчонки танцуют на фоне. Короче, стрип-уха хуйня, пацаны, не ведитесь. Но бабки разведут, и нихуя не получится взамен. То есть, каждый тёпл тебя пытается развести на бухло, типа, закажи мне коктейль, она его выпивает, и счёт коктейля половина девочки. Да, а в этом коктейль не алкоголь, а по сладкие пиноколады без алкоголя. Да, не так и нет, а типа говорят, что алкоголь, а на самом деле там стоп. Поэтому, ребят, стрип-ухи хуйня, и дайте обратную связь в комментариях, что думаете по поводу этого. Хочу получить от вас обратную связь. Дайте, пожалуйста, мне обратную связь. Что вы думаете по поводу этого контента? Хотите ли вы видеть продолжение? Пишите комментарии, поставьте на паузу это видео прямо сейчас, и дайте, пожалуйста, обратную связь в комментариях. Всех обнял, большое спасибо, смотрим дальше. Друзья, ну вот и закончился наш выпуск. Хочу попросить каждого из вас подписаться на мой канал, потому что новые горячие жесткие выпуски уже отсняты, и уже в следующий четверг будет продолжение. С каждым разом накал страстей растет всё больше и больше. И мне нужна ваша обратная связь. Напишите, пожалуйста, комментарий, поставьте палец вверх под этим видео, и подпишитесь на мой канал. Сила единства, братья! Спасибо большое каждому из вас за просмотр и вашу поддержку. Быть добру! Ребята, короче, это эксклюзивная информация для всех вас. Сразу говорю, что это не реклама. На днях я копался в ютюбе и наткнулся на видос лайфхак одного крупного блогера, который показал, как можно ежедневно зарабатывать до 10 тысяч рублей, имея под рукой просто телефон либо комп и играя в игру. Всё просто. Я сначала не поверил, но решил всё-таки попробовать, и за пару часов я заработал 10 тысяч рублей. Дерюсь подгоном с вами. Вот ссылочка, заходите и смотрите. Пользуйтесь, пока метод ещё работает, но не забывайте, что больше 10 тысяч рублей в день поднимать нельзя. Тогда точно будет всё ок. Вот видос, переходите, смотрите.